Хочу вам сегодня показать ванную комнату в морском стиле. Специально для этого случая решила сегодня надеть тельняшку. У двери сразу расположено зеркало и репродукции картины Ивазовского. И еще таблица для исправления зрения. Вот зеркало я решила украсить ракушками. Сначала хотела обклеить ракушками зеркало по всему периметру. Но потом решила, что будет достаточно. Эту стену мы выкрасили белой грифельной краской. И синемелом я написала. Вся жизнь познание океан. В ней есть приливы и отливы. В своей судьбе, увы, капитан. Здесь сушилка для белья. Так, здесь стеллаж из икеи. С предметами декора и с какими-то нужными вещами. И стиральная машина. Гладильная доска располагается прямо на стиральной машине. Вот так она раскладывается. Ткань я выбрала с изображением корабликов. Потому что вся ванная в морском стиле. Посмотрите, как удобно пользоваться такой гладильной доской. У меня на канале есть подробное видео, как сделать такую гладильную доску самостоятельно. Сначала мы закрепили столешницу на стиральной машине. А потом уже к ней при помощи петель прикрепили саму гладильную доску. Я могу брать вещи с сушилки и сразу же их гладить. Гладильная доска не занимает никакого дополнительного места. Хочу остановиться теперь на декоре. Эти свечи я поместила в бокалы и закрепила их при помощи песка и камней, привезенных с моря. По-моему, выглядят празднично. Эта коробка для хранения запасов туалетной бумаги обтянута настоящей рыболовной сетью. И она идеально вписалась на полку в стеллаже. А эта коробочка для хранения ватных палочек просто обтянута канатом. Очень мне нравится вот такая коробочка для хранения мелочей. По-моему, очень симпатичная. Так, здесь мой любимый иллюминатор. Мы сделали его из обычной круглодеревянной рамки для фотографий. И вот здесь такая амфора. Сюда я наливаю эфирные масла. Так, сразу над раковиной очень удобный шкафчик с зеркалом. И вот здесь такой кораблик из ракушек и дельфинчик. А ниже такой мини-сухой аквариум из ракушек и жемчужинок. Здесь вот располагается одна такая большая ракушка. Ну и зубные щетки, конечно, хранятся тоже в стакане из ракушек. Мойница, соответственно, из той же серии. Так, вот на обычном светильнике я расположила такую музыку ветра из ракушек и жемчужинок. Штурка в ванной комнате, конечно же, тоже с ракушками. Так, вот здесь никаких полок нет. Зато все хранение шампуня организовано здесь. Очень удобная полка. Здесь также хранятся полотенца, сушится вернее. Здесь тоже расположены такие амфоры, куда я наливаю эфирные масла. Так, ну и над дверью расположился барометр. У меня есть подробный мастер-класс, как сделать такой барометр самостоятельно.